С 20 июня открыт прием документов в колледже Северного Казахстана. Их в регионе насчитывается 25. Теперь подать документы можно будет электронно. Отправить свои заявки абитуриенты могут через сайт образовательного учреждения или портал электронного правительства. Подробности далее. Артему Кискину 16. Парень окончил 9 классов якорской средней школы в Козлужарском районе. Хочет поступать в Петропавловский колледж железнодорожного транспорта. Выбор профессии пал на помощника-машиниста. Я учился в школе хорошо. Прошел медкомиссию, пишу заявление, характеристику получил. Понравился колледж. Прием документов для поступления в колледж стартовал 20 июня. На сегодня заявки подали уже 63 абитуриента. К слову, в 2019-м сюда поступили порядка 300 студентов, 90% которых на бюджет. Из-за распространения коронавируса вступительные экзамены в этом году пришлось отменить. Вместо этого за основу возьмут средний балл аттестата учащихся. Есть и другие новшества. Ребята могут зайти на сайт электронного правительства и в разделе образования через электронный ключ ЭЦП или же через одноразовый пароль оставить свою заявку в колледж, в котором бы они хотели обучаться. После подачи заявки ребята получат свой личный кабинет-ответ. Данная функция также доступна на нашем сайте. Такую практику применят во всех колледжах Северного Казахстана. В регионе их насчитывается 25. Специалисты говорят, процедуру подачи заявок упростили до минимума. Поэтому трудностей у ребят не возникнет. А что же касается распределения грантов по рабочим специальностям? Сколько их выделят в этом году? В этом году у нас из средств местного бюджета планируется принять 2538 человек и по программе Инбек 426. Общий госзаказ 2964 человек. Все, кто поступает по госзаказу, они получают стипендию. Прием документов для абитуриентов очного отделения продолжится до 20 августа. Для заочного сроки продлили еще на месяц. Абай Альжанов, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Новости МТРК.